Матчи российской футбольной премьер-лиги стартуют 29 июля, ровно через две недели после финала чемпионата мира. К сезону готовятся не только футболисты, но и судьи. С 5 по 9 июля в Саранске проходят сборы арбитров РФПЛ, которые включают в себя теоретические занятия и сдачу нормативов по физподготовке. Столица 13 региона уже принимала аналогичные сборы в 2013 году, когда главой судейского корпуса был Роберт Розетти. На этот раз мероприятием руководит глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Получилась ситуация, очень много объектов занято к чемпионату мира. Саранск нам всегда предоставили самые лучшие объекты, поэтому мы с удовольствием сюда приехали, тренируемся, готовимся. Нас полностью все устраивает. Сегодня 20 главных арбитров премьер-лиги 36 ассистентов принимают участие в сдаче физических нормативов. Это так называемый тест йо-йо. Суть его заключается в том, что арбитры должны многократно преодолевать 40-метровую дистанцию с небольшим отдыхом. Причем время для прохождения отрезков, в которое нужно уложиться для сдачи норматива, постепенно сокращается. Допуск к работе на матчах премьер-лиги получат только те арбитры, которые уложатся в необходимые нормы. Ведь физическая подготовка для судей является основой основ. Без этого никуда нельзя. Это основа основ. Не будет физической подготовки, значит плохо будешь двигаться на поле, будешь допускать ошибки. Все взаимосвязано. Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме в межсезонье, судьи не ограничиваются тренировками на сборах. Каждый арбитр – это профессионал своего дела, который осознает, насколько важна систематическая физподготовка. Мы самоподготовкой занимаемся. Я думаю, что сейчас уже те, кто судит премьер-лигу, они уже действительно настоящие профессионалы. У всех есть тренеры по физподготовке в тренажерном зале. Плюс хорошо летом идут городские соревнования, краевые, республиканские. Все судят местные соревнования. В принципе, этого достаточно, чтобы поддерживать форму тот месяц, когда нет соревнований. После сдачи нормативов по физподготовке три дня арбитры посвятят учебно-методическим мероприятиям. Будут рассматривать спорные моменты судейства, накопившиеся за прошлый сезон, обсуждать их и стараться прийти к общей трактовке и единой интерпретации. Наверняка в обсуждении будет затронута и новая система видеоповторов, которые сейчас используются на матчах чемпионата мира. В РФПЛ пока система видеопомощи арбитрам вводиться не планируется, но в курсе последних тенденций быть необходимо. Работы ведутся. Естественно, на стадионе в Краснодаре оборудована комната, но она пока работает не в онлайн, а в оффлайн режиме. Это достаточно трудоемкий процесс, чтобы ввести эту систему. Нужно, чтобы арбитры прошли специальные семинары, потому что действительно очень сложно сразу за несколько секунд увидеть, перемотать этот момент, дать команду судье. Это требует определенного времени, ну и, естественно, финансирования. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Наши новости.